А вы знаете, что обозначать выражение «дошел до ручки»? Откуда оно пошло? Если нет, вам готовы все рассказать и показать в музее семьи Гридиных. Кстати, он расположен на улице Анатолия 130 и, на наш взгляд, уже может составить конкуренцию другим барнаульским выставочным залам. А буквально накануне здесь открыли несколько комнат, посвященных жизни портного Павла Фролова. Вот его фотография. Он шил костюмы горным инженером. К слову, Фролов является дедушкой-основателем этого музея. Валентина Гридина говорит, на подобной швейной машинке работал ее родственник. Есть вот такие портновские швейные ножницы. Они идут 1884 года. Вот здесь идет клеймо у них. То есть специальная артель изготавливала. Здесь же предлагают посетить избу портного, специально для которой построили настоящую русскую печку. Это не муляж. Хозяева угощают иван-чаем и вот такими булочками. Именно благодаря этой издобии появилось выражение «дошел до ручки». Вот так ты нес, это вот съедалась часть. А вот эта часть, вот где ты рукой держался, как считается грязное место, ты его относил в церковь, допустим, была картина для нищих. Знаете, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Не делаем рекламы просто. Советуем посетить этот музей, ну хотя бы из любопытства. А вот выставку, которая открылась в музее художественном, посещать советуют не всем. Дело в том, что ярким выразительным средством там являются парфюмерные ароматы. Если вы очень восприимчивы к запахам или страдаете аллергией, рассказываем. Это интерактивный проект Питерского арт-центра. На фотографиях красивые женщины, практически все обнаженные, от того и ограничения по возрасту 18+. Все работы разделены на несколько тематических групп. Есть коммунальное утро, остановившиеся часы, летние месяцы. Ведущий парфюмер России под каждое название подобрали свою ароматную композицию. Каждый будет видеть, слышать что-то свое в этом аромате. Здесь немного запах, ну вот если прям принюхаться, принюхаться сильно. Такой сладковатый запах, терпкий запах, остановившийся мгновение. Если это прелый лес, не факт, что будет пахнуть прелым? Не факт совершенно, что будет. Но запах мха, он будет присутствовать. Любопытно, что в комплекте с работами в Бурнал приехала коробка с духами. Многие ароматы, хоть и стойкие, но все равно выветриваются. Так что сотрудникам музея придется следить и обновлять запахи, находящиеся в колбах. А вот наш коллега-корреспондент Кирилл Политов тоже обновил, но не свой парфюм, а коллекцию автографов звезд эстрады. Сейчас их у него почти 50, и собирает личные росписи артистов Кирилл уже 5 лет. На этой неделе удалось получить автограф Александра Медведева, работающего в шоу-бизнесе под именем Шура. Певец вместе со своими коллегами выступал на ретро-фестивале «Звезды 90-х». В интернете появилось много видео от восторженных зрителей. Не скрывает эмоции наш коллега, он благодарит организаторов концерта, которые позволили пройти в гримерку к Шуре и получить его автограф. У нее тоже берут автографы, есть свои преданные поклонники, актриса краевого театра драмы Галина Зорина. Завтра, 25 ноября, устраивает творческий вечер, посвященный круглой дате Зорина 40 лет на сцене. В интервью нашей телекомпании она призналась, что ее мама хотела видеть дочь товароведом, но никак не актрисой. Предлагаем небольшой фрагмент нашей беседы. Она ехала, и на автобусе это было не в том городе, где мы жили, а час езды в Тимиртау. И говорила моим родным, если только мне не понравится, встану и уйду, встану и уйду. И в общем, когда закончился спектакль, моя дорогая мамочка подошла к авансине вот так, как ассоль, знаете, протянула руки и сказала, Галя, я здесь, я здесь, это я. Напомним, творческий вечер Зориной завтра. Актриса выйдет на сцену в сентиментальной комедии ретро. Мы же добрались до финала, и по доброй традиции завершаем рубрику «Свободным микрофоном». Сегодня Виктория Григорьева прочтет отрывок из басни Крылова «Лебедь, рак и щук». Из кожи лезут вон, а в возу все нет ходу. Поклажа бы казалась и для них легка, да лебедь рвется в облака. Рак пятится назад, а щука тянет в воду. Кто виноват из них, кто прав, решать не нам. Да только воз и ныне там. Телефон редакции 722-440, звоните, позывной для «Окультуриваемся». Жду от вас интересных тем и новостей. До встречи, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова